Жители Куйбышевского района Самары называют шестой троллейбус родным. Новость о том, что он вернулся на прежний маршрут, восприняли как настоящий праздник. Теперь пассажиры смогут с комфортом добираться до дома и в историческую часть города. От жителей Куйбышевского района большое спасибо администрации города в области. Большой сегодня праздничный день у всех нас. Мы с июля, что называется, мучились. Теперь мы будем жить нормально. Рады, что вернули троллейбус, конечно. Все-таки по льготам люди. Здесь в основном пенсионеры в поселке живут. Все ездят. По словам водителей и кондукторов, местные жители заходят в салон с хорошим настроением. Благодарят за работу и даже угощают сладостями. С утра я была просто удивлена. Вот такой восторг у людей был. Заходят в троллейбус с улыбками. Да неужели открыли транспорт? Да боже мой. Ну, я сама даже, вот, живу на 116, рада была до безумия. Пассажирка зашла, говорит, только и наконец-то родной троллейбус вернулся. Одна девушка подошла, дала две шоколадки, говорит, угостить кондукторы. Ну, мне и кондуктор, говорит, с установлением маршрута 6-го. Движение троллейбуса пришлось ограничить в конце июня из-за строительства развязок в Фрунзенскому мосту. До сегодняшнего дня он курсировал по сокращенной схеме. Все это время у нас маршрут работал в сокращенном режиме и ходил только до хлебзавода. Он здесь разворачивался и уезжал назад в город. Сейчас 15 машин, вот он вновь восстановлен в том объеме, в каком он и был. И в полной мере транспортную работу свою выполняет. Подрядчик профильного регионального министерства продолжает выполнять работы по строительству моста. В том числе занимается обустройством развязки на левом берегу. На развязке сейчас полностью выполнена работа по устройству верхнего савулоя, асфальтобетонного покрытия и щебеночно-мастично-асфальтобетонной смеси. Выполняется работа по благоустройству. Устройство барьерного ограждения, шумозащитных экранов, как я уже сказал, опор, освещение и контактность троллейбуса. Транспортному потоку это не мешает. Троллейбус номер 6 ходит с интервалом в 10-15 минут. По словам горожан, это очень удобно. Не придется мерзнуть на остановке. Для тех, кто не пользуется социальными льготами, по маршруту курсируют автобусы. Они начали перевозить пассажиров еще месяц назад, когда в Куйбышевском районе открыли движение по шоссейной. Анатолий Головко, Григорий Пельшаков. События.